Теперь это слово «старина» в устах великокняжеских получало особое значение. До сих пор в отношении к великим князьям новгородцы имели важное преимущество действовать во имя старины. Теперь, замышляя подданство литовское, они теряли это преимущество, переходившее на сторону великого князя. Сперва новгородцы не требовали от князей ничего более, кроме исполнения старинных условий. Теперь великий князь требует от новгородцев сохранения старины. И митрополит Московский держался также старины. Мы видели, что псковичи постоянно тяготились зависимостью своей от владыки Новгородского, который в их глазах не исполнял своих обязанностей в отношении к ним, как следует, отчего происходили сильные неустройства в Псковской церкви. В конце 1463 года псковичи отправили к великому князю гонца с двумя грамотами. В одной написана была благодарность от всего Пскова за то, что Иоанн прислал воеводу своего оборонять Псков от немцев, причем прибавлено. Хотели мы слать и тебе, своему государю, людей честных, посадников и бояр, да затем не послали, что не пропустит великий Новгород. Великий князь с удивлением сказал гонцу, как это вы побоялись моей отчины, великого Новгорода, как новгородцам не пропустить ваших послов ко мне, когда они у меня в крестном целовании. Другая грамота объясняла дело. В ней псковичи просили, чтобы великий князь велел митрополиту поставить особого владыку в Апсков, их же брата-псковитянина. Иоанн отвечал, это дело великое. Хотим о нем с отцом своим, митрополитом, крепко подумать. Отец наш пошлет за архиепископами и епископами, и если они все согласятся, то мы вам дадим знать. В начале следующего года псковичи возобновили просьбу через знатных послов, которые привезли великому князю в подарок 50 рублей, но успеха не было. Иоанн, подумавши с митрополитом, объявил, что нельзя быть в Апскове особому владыке, потому что с самого начала не бывал и нет стола в Апскове. Псковичи принуждены были возвратить новгородскому владыке воды, земли и все оброки, которые было захватили в надежде, что Москва исполнит их желание. В конце 1468 года они попытались было опять ввести новизну в своем церковном управлении, и опять неудачно. Все монахи и священники псковские, все пять соборов, благословившие посадников и весь Псков на вече, сказали «Хотим, дети, между собою по правилам святых апостол и святых отец во всем священстве крепость положить, как нам управляться и жить по Нома-канону». «А вы нам, дети, будьте поборники, потому что здесь правителя над нами нет, и нам самим между собою крепости удержать нельзя, да и вы иногда вступаетесь миром в церковные дела не по правилам, так мы хотим и на вас такую же крепость положить». Псков им отвечал «То ведаете вы, все Божье священство, и мы вам поборники на всякий добрый совет». Тогда все пять соборов и все священство написали грамоту из Нома-канона о своих священнических крепостях и о церковных делах и положили грамоту в ларь, а для исполнения грамоты правителями над собой на вече перед всем Псковом посадили двоих священников. Но скоро клеветники встали на одного из этих правителей, и он убежал в Новгород к владыке. Владыка, узнавший о новизне, приехал в начале 1469 года во Псков и спросил «Кто это так сделал без моего ведома? Я сам хочу здесь судить, и вы бы грамоту вынули и подрали». Все Божье священство, посадники и весь Псков, подумавши, отвечали «Сам, господин, знаешь, что тебе здесь недолго быть, и нашего дела тебе скоро нельзя управить, потому что в это последнее время в церквах между священниками смущение сильное, так что всего и сказать нельзя, сами они хорошо об этом знают. Так вот, грамоту из Нома-Канона выписали и в ларь положили по вашему же слову. Сам ты, господин!» И прежние владыки благословляли пять соборов управлять всякими делами священническими по Нома-Канону вместе с своим наместником. Владыка сказал «Доложу об этом митрополиту и дам вам знать, как он прикажет». Митрополит благословил, а великий князь приказал, что псковичей все управление священническое положили на архиепископе Новгородском, потому что так исконне предано, и весь псков митрополитчий благословений государя своего, великого князя, слово принял, вынул грамоту из ларя и подрал. Между тем в Москву приехал из Новгорода посол, посадник Василий Ананин. Правил посольство о своих делах земских-новгородских, относительно же великокняжеских жалоб не сказал ни слова, и когда бояре напомнили ему о них, отвечал «Великий Новгород об этом не мне приказал». Великого князя раздосадовала такая грубость, что новгородцы о своих земских делах к нему посылают и челом бьют, а в чем ему грубят, то забывают. Он велел Ананину сказать новгородцам «Исправьтесь, отчина моя, сознайтесь, в земли и воды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно по старине, ко мне посылайте бить челом по докончанию, а я вас, свою отчину, жаловать хочу и в старине держу». Отправивши такое умеренное требование, без всяких угроз, Иоанн, однако, не очень надеялся на удовлетворительный для себя ответ со стороны Новгорода и стал думать о походе, послал сказать псковичам «Если Великий Новгород не добьет мне челом о моих старинах, то отчина моя Псков послужил бы мне Великому князю на Великий Новгород за мои старины». В таком положении находились дела, когда в ноябре 1470 года умер новгородский владыка Иона, а через два дня после его смерти приехал в Новгород брат киевского князя, наместника Семена Михайло Александрович или Олейкович, выпрошенный Новгородом у короля Казимира. Приехал в сопровождении многочисленной толпы и был принят с честью. Принимать с честью князей литовских и давать им кормление на пригородах не было новостью для Новгорода, и подобные приемы прежде не вели к разрыву с московскими князьями, которые продолжали держать в Новгороде своих наместников. Так и теперь новгородцы, принявшие Олейковича, не показали пути наместникам Иоановым. Но теперь обстоятельства были уже другие. Теперь пробил решительный час. Теперь громко и ясно был высказан вопрос, оставаться ли за Москвою или просить покровительства у короля Литовского. И при решении этого вопроса город разделился на две стороны. Олейковича выпросили у Казимира не для защиты от шведов или немцев. Выпросила его сторона литовская для усиления себя, для угрозы Москве. Через десять дней после смерти Ионы посадники, Тысяцкие и весь Великий Новгород, поставив вечью святой Софии, положили три жребия на престоле. Жребий Варсонофия, Духовника, Пимена, Ключника и Феофила, Ризничего, Архиепископских. Вынулся жребий феофилов. Избранного по старине ввели честно во владычный двор, на сене, и по старине отправили посла в Москву бить челом великому князю, просить опасной грамоты для приезда феофила и посвящения его в архиепископы у гроба чудотворца Петра. Но сторона литовская, борецкие с Олельковичем, действовали. Говорят, что князь Михаил указывал Марфе жениха в одном из панов литовских, в будущем наместнике Новгородском, с которым она станет правительницей родного города. Ключник владычный Пимен, потерявший надежду стать архиепископом по жребию, думал получить свое желание при новом порядке вещей, тем более, что феофил был застарену, требовал, чтобы его отправили непременно на поставление в Москву. Пимен, напротив, стал объявлять. «Хотя на Киев меня пошлите, я и туда на свое постановление поеду». Хозяин богатой казны архиепископской, Пимен передал много денег Марфе для подкупа людей на свою сторону. Но такое поведение Пимена, разграбление казны владычней и желание идти наперекор священному древнему обычаю, по которому был избран феофил, возбудили сильное негодование в Новгороде. Пимена схватили, мучили, казну его разграбили и, кроме того, взыскали одну тысячу рублей. Пришел и ответ из Москвы на просьбу о позволении приехать феофилу. Великий князь велел сказать, «Отчина моя, великий Новгород, прислал ко мне бить челом, и я его жалую, нареченному владыке феофилу велю быть у себя и у митрополита для поставления без всяких зацепок, по-прежнему обычаю, как было при отце моем, деде и прадедах». Люди, не хотевшие разрывать с Москвой, в том числе феофил, обрадовались дружелюбному ответу Иоаннову. Но в это самое время явились послы Псковские с такой речью. «Нас, великий князь, а наш государь поднимает на вас, от вас же, своей отчины, челобитие хочет. Если вам будет надобно, то мы за вас, свою братью, рады отправить посла к великому князю, бить челом о миродокончальной с вами грамоте. Так вы бы послам нашим дали путь по своей отчине к великому князю». Это посольство доставило приверженцам литовским предлог к восстанию. На вечер издались голоса. «Не хотим за великого князя Московского. Не хотим называться его отчиною. Мы люди вольные. Не хотим терпеть обиды от Москвы. Хотим за короля Казимира». Московский князь присылает опасную грамоту нареченному владыке, а между тем поднимает на нас псковичей «И сам хочет идти». В ответ послышались крики стороны противной. «Хотим по старине, к Москве. Нельзя нам отдаться за короля и поставить владыку у себя от митрополита латинца». Вечевая усобица должна была решить вопрос о том, за кем быть Новгороду, за литовским или московским князем. Как прежде она решала, какого князя принять – Киевского, Черниговского или Суздальского. Природа Вечи давала стороне богатейшей возможность осилить противников менее богатых наймом людей, которые продавали не только свои голоса на Вече, но и свои руки, когда дело доходило до схватки. По словам летописца, приверженцы Литвы стали нанимать худых мужиков-вечников, которые готовы стать за всякого по своему обычаю. Вечники начали звонить в колокола, кричать «Хотим за короля» и бросать камнями в тех, которые хотели оставаться за московским князем. Наконец, литовская сторона осилила. Отправили посла с поминками и с челобитием королю, и король заключил договор со всем Великим Новгородом, мужами, вольными. Обязался держать на городище наместника веры греческой, православного христианства. Наместник, дворецкие и теоны королевские, живя на городище, не могли иметь при себе более 50 человек. Пойдет великий князь московский на Великий Новгород, или сын его, или брат, или которую землю поднимет на Великий Новгород, королю садится на коня за Новгород со всею радою Литовскую. Если же король, не помирив Новгорода с московским князем, поедет в польскую землю или немецкую, и без него пойдет Москва на Новгород, то рада Литовская садится на коня и обороняет Новгород. Король не отнимает у новгородцев их веры греческой православной. И где будет Люба Великому Новгороду, тут и поставит себе владыку. Римских церквей король не ставит ни в Новгороде, ни в пригородах, ни по всей земле новгородской. Что в Пскове суд, печать и земли Великого Новгорода, то к Великому Новгороду по старине. Если король помирит Новгород с московским князем, то возьмет черный бор по новгородским властям. Один раз по старым грамотам, а в иные годы черного бору ему не надобно. Король держит Новгород в воле мужей вольных, по их старине и по крестной грамоте. Целует крест ко всему Великому Новгороду за все свое княжество и за всю раду литовскую. Между этими условиями с Казимиром не встречаем условия праве короля раздавать волости, грамоты вместе с посадником, не лишать волостей без вины. Нет условия праве короля брать дар со всех волостей новгородских, а праве охотиться в известных местах, посылать своего осетринника и медовара, а праве посылать своего мужа за волос, замечательно в договоре с Казимиром выражение «вольные люди», которые повторяют новгородцы, говоря о себе, чего не находим в прежних договорах с князьями Рюриковичами. Наконец, должно заметить, что новгородцы требуют от Казимира присяги за раду литовскую, а Польша не упоминается ни слова. Отправивши послов в Литву, послали сказать псковичам, «Вашего посла к великому князю не хотим поднимать, и сами ему челом бить не хотим, а вы бы за нас против великого князя на коня сели, по своему с нами мира до кончанию». Псков дал на это такой ответ, «Как вам князь великий отошлет складную грамоту, то объявите нам, мы тогда, подумавши, ответим». Но псковичи недолго думали и объявили московскому послу, что будут помогать великому князю. Последний, узнав о победе литовской стороны, хотел испытать еще мирные средства и отправил в Новгород посла с жалованием и добрыми речами, чтобы отчины его, новгородцы, от православия не отступали, лихую мысль из сердца выкинули, к латинству не приставали, и ему бы великому князю челом били, да и справились, а он, великий государь, жалует их и в старине держит.